В июле 2021 года вступил в силу закон, который устанавливает выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В городе была создана комиссия для этой работы. Это касается ситуации, когда документы о правах не позволяют определить их правообладателя. Например, в государственных актах о праве постоянного пользования на землю, свидетельстве о праве на землю, указана только фамилия, имя и отчество правообладателя, но нет иных сведений. Преимущественным процедуром является правообладатель ранее учтенных объектов можно отнести следующее. Это доступность и достоверность сведений об объектах недвижимости, являющихся ранее учтенными, повышение качества услуги по учету недвижимости и регистрации прав, защита правообладателей от неправомерного изъятия земельного участка при согласовании границ, своевременное информирование правообладателей об установлении охранных зон, снижение количества судебных споров. Преимущества для государства, в частности для муниципального образования городский ТИМ, это дополнительные налоговые поступления в бюджет, благоприятное влияние на инвестиционную деятельность. Работа по выявлению правообладателей ведется в отношении земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений гаражей. Снятое с государственного кадастрового учета помещение, расположенное по адресу набережной, дом 20, это в количестве 70 помещений. Подготовлено 15 проектов постановления о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Подготовлено 30 актов осмотра. Подготовлен и направлен в Росреестр перечень дублирующих объектов для снятия их с государственного кадастрового учета, который включает 108 объектов. Они снимаются постепенно. Решение о снятии принимает орган кадастрового учета. И на сегодняшний день из 108 объектов 42 снятые и 66 находятся в работе. Зарегистрированы права собственности города Искитима в отношении двух жилых помещений. По заявлению администрации в отношении пяти объектов недвижимости внесены сведения о правообладателях и 8 объектов сняты с государственного кадастрового учета. 26 объектов зарегистрированы собственниками самостоятельно. Сотрудниками управления было направлено 13 запросов организациям и физлицам о принадлежности объектов.